До начала экзаменов еще около 40 минут, однако многие абитуриенты поспешили приехать в ВУЗ заранее. Кто-то самостоятельно, кто-то в компании друзей, кто-то с родителями. Этап ответственный, волнение присутствует, а потому поддержка в такие минуты лишней не бывает. Екатерина Щербыч приехала для сдачи тестирования с района. Будущего экономиста приехала поддержать мама, учитель белорусского языка, вместе с которой девушка готовилась к сдаче экзамена. С настроением набрать хорошие баллы, поступить в университет мечты. Я считаю, что я сделала все, что от меня зависит, повторила все правила. Правопись, прословия, все. То, что я буду сдавать в белорусский, я решила еще в 10 классе. У меня мама учитель белорусской мовы, поэтому это было очевидно. Готовилась на протяжении двух лет, 10-11 класс. Найти свою фамилию в списке, пройти пропускной режим, сдать вещи, и только после можно отправиться в аудиторию. Для избежания столпотворения на подходе к каждому из этапов обозначены специальные метки. Рассадка, согласно рекомендациям Минздрава, в шахматном порядке. Между педуриентами не меньше метра. За партой лишь один человек. Строгое слежение за соблюдением всех норм и требований возложено на сотрудников комитета государственного контроля. В рамках выполнения поручения главы государства по предоставлению гражданам равных возможностей для поступления в высшее среднее учебное заведение страны создана областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведению вступительной кампании. Аналогичные комиссии созданы в каждом из четырех вузов области и 22 средних учебных заведениях. В работе комиссии будут задействованы порядка тысячи человек, среди которых, прежде всего, конечно же, работники комитета государственного контроля, учреждения сферы образования, государственных органов и общественных организаций. И так будет на каждом испытании. Всего в этом году было выдано около 38,5 тысяч пропусков. Многие молодые люди воспользовались возможностью сдавать четыре вступительных экзамена вместо трех. Из-за пандемии коронавируса самые популярные предметы – русский язык и математика – будут проводиться два дня для соблюдения всех мер безопасности. Более 38 тысяч пропусков выдано. Соответственно, если считать физических лиц, это примерно около 11 тысяч физических лиц. Ребята выбирали, соответственно, как один предмет, так и три предмета, так и четыре предмета. Соответственно, опять же, как говорится, традиционно, как и в прошлые годы, у нас пользуются, так скажем, спросом – это языки, русский, белорусский язык. Соответственно, на третьем месте – это математика, физика, иностранные языки. Ну и, соответственно, уже, так скажем, поменьше по спросу, может быть, география, общество, как говорится, и так далее. Дальше – работа индивидуальная и конфиденциальная. Камер в аудитории быть не должно. Свои результаты юноши и девушки получат уже совсем скоро.